И в начале выпуска громкий скандал в Воронежской области водитель обвиняет инспекторов ДПС в вымогательстве. Якобы его остановили на посту и пригрозили отобрать права за пьяную езду. А затем предложили решить вопрос и озвучили сумму 100 тысяч. Причем, как говорит шофер, один из сотрудников даже поехал с ним домой за деньгами. Материал Александра Савенко. Визитеров с видеокамерой на боевом посту у ворот полка ДПС точно не ожидали. Два полицейских в бронежилетах, касках и с автоматами затенчиво прячут лица и всячески пытаются избежать общения. Но, по словам одного из местных водителей, еще вчера эти два инспектора несли службу на дороге и были значительно увереннее в себе. Они якобы заподозрили шофера в том, что он сел пьяным за руль, но предложили разойтись полюбовно. Изначально первое слово было 100. Они 100 тысяч запросили? Да. Мне сказали, вы видите, на чем я езжу, какие 100. Ну, потом договорились, вроде бы, на 30 тысячах. Впрочем, свою причастность ко взятке офицеры категорически отрицают. Говорят, что вот уже двое суток на этом посту у ворот батальона глаз не смыкают и никого вчера не останавливали. Приходится провести импровизированную очную ставку. Вы узнаете их? Да. Вот этого капитана вы узнаете, да? Да. Узнаете. А Ситникова, второго сотрудника, узнаете? Да. Это те, кто вас останавливал, правильно понял? Да. Водитель обидчиков обознал, но разговор по-прежнему не клеится. Остается рассчитывать на вмешательство полицейского начальства. Мы можем сейчас сюда пригласить ответственного? Эту просьбу приходится повторить не меньше 10 раз. Только через 40 минут прибыл ответственной смены в капитанских погонах. Кажется, ситуацию удастся прояснить прямо сейчас. Это вообще нормально, что сотрудники полиции вымогают деньги. Они забрали права водительского удостоверения и свидетельствия о регистрации, взяли 10 тысяч с ним на посту. Был гражданский человек, поехал с водителем к нему домой, 10 тысяч взяли, привезли и сказали, ищи в микрофинансирование 20-ку. Внимательно выслушав претензии, офицер порекомендовал написать жалобу на имя начальника батальона, но похожая история ответственного смены не особо заинтересовала. Словно сущий пустяк на фоне того, что кругом враги. Если кому интересно, кто будет смотреть этот ролик, пусть откроют в доступе статистику, и вы увидите, что на дорогах идет война. В самом прямом смысле слова. Поэтому... Я согласен. В итоге жалобщики уходят ни с чем, но есть надежда, что в перерыве фронтовых будней у офицеров найдется время, чтобы ответить на вопросы прокурора. Соответствующее заявление уже написано. Александр Савенко, Александр Леоненко, экстренный вызов.